Через 10 дней в живых осталась только одна зубочистка. Вот она. И одна прививка побольше. Все остальные, вот они какие, черные. Вот результат. Мой зимний сад весь в морозных узорах. Минус 3 сейчас. Обогреватель работает. Здесь 14 градусов. У хурмы есть косточки. Пошла сажать. Вот такие. Высажу в открытый грунт. 7 декабря. И у нас солнышко вышло. А какое счастье! Потому что вчера было так пасмурно. Небо было такое серое. Плюс 4 была температура. В общем, очень депрессивно. Сегодня погода радует. Немножко подморозило. Минус 1 какой-то. И вот оно, мое чудо. Мураев цвету. 7 декабря. Уже тут отцветает. Завязи есть. Волшебный запах наполняет комнату. Дерево японских императоров. Замечательное растение. У кого нет, срочно приобретайте. Вот такая красоточка. Здесь есть несколько ягод. От августовского цветения. Одна была красная. Я ее посадила. Через 2 недели она проросла. Вот уже какая. От 10 ноября. Вот есть еще такая малышка. Она отсвела. И не до конца. Еще один выпустила. Цветочек. Такое солнышко у нас в Латвии. Редкое явление. И лампы иногда горят целый день. Но сегодня просто сказка. Мой лимонный эвкалипт стоит на северном окне и без подсветки. И тут мне отдали на реабилитацию эвкалиптик, который залит. Посмотрите, какая земля. Сейчас будем приводить его в чувство. Так, почва. Здесь торф, песок, биогумус, агроперлит, циолит и сапропель. Вот как он замечательно заливался. Бедняга. Ну вот, все это безобразие. Корней очень мало. Поэтому горшочек мы возьмем поменьше. Вот такой будет горшок. Нормально. Ну так, корни просто сгнили. От избытка влаги. Поливать надо только, когда верхний слой на 2-3 пальца просох. И еще один подождать. Или два. Либо поливать снизу. И лишнюю воду сливать. Ну вот, пришлось подрезать верх, чтобы вершки равнялись корешкам. И вот сколько пришлось срезать. Будем ждать теперь. Все они посажены в одно время, 4 апреля 2019 года. И вот наш красавчик. Пролила теплой водой с янтарной кислотой. Вера закрыла пакетом, пока там пойдет укоренение. Чтобы он листья не сбросил. Вот его братья. Здесь сухо и чисто. Да, воду они пьют много. Но, тем не менее, верхний слой хорошо подсушивается. Здесь он постоит немножко на окошечке. Еще раз прополив. Поливать теплой, отстойной, а лучше фильтрованной водой. Теплой. Если снизу, то через полчаса эту воду слить, если растение ее не забрало. Если сверху, то нужно дождаться просыхания грунта на 3 сантиметра точно. 3-5. Зимой обильный полив не нужен. Летом обильно, чтобы вода прошла. Если сверху прошла и вытекла из дренажных отверстий внизу. А зимой лучше чаще по чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok